Смотрите, есть четыре категории людей. У них разные мотивы. Вот, допустим, у людей, которые ученые по природе, первая категория, деньги для них это не то, что люди думают. Им нужна почести, понимаете, они хотят, чтобы все говорили, Олег, Кеннадий. Понимаете, почести нужны этим людям, которые первой категории, не нужны деньги. Поэтому они стремятся к диссертации, докторской, академик, ну или какие-либо популярные лекторы, каждый по-своему пытается эти почести получить. Им нужны почести этим людям, первой категории. Понятно? И эти почести их и разрушают, портят. Вторая категория, правители или управляющие, им нужна власть, не почести. Почести это поклонение, почтение человеку. Вторая категория, власть, им нужна власть, понимаете, они ради власти живут. Больше и деньги используют, ради только этого, им нужна власть. Чтобы всем управлять. И власть их же и разрушает. Ну, если они неправильно ее используют. Опять, почести нужны, нужны. Чем больше людей лекции слушают, тем лучше, это же хорошо. Но если ты начал балдеть от этого, тогда тебя это разрушает. Все. Власть нужна, чем больше власти имеет, тем больше добрых дел можно с помощью власти делать. Разве это плохо? Хорошо. Теперь третья категория людей, к которой вы относитесь. И это нормально, в этом нет ничего плохого. Это когда человек хочет богатства, и деньги являются основой его существования. И это нужно ему для того, чтобы, если власть нужна для того, чтобы порядок и мир был в обществе, если почести нужны для того, чтобы давать людям знания, потому что уважают, будут слушать. Точно так же богатство нужно для того, чтобы кормить нищих, строить дороги, делать обучение детей, культурный досуг организовать и так далее. Делать много-много добрых дел. Вот для этого нужны деньги. И человек, который второй, третьей категории, бизнесмен по природе, он не должен ограничить себя в зарабатывании денег. Но только он должен знать, что если деньги застоялись у него внутри, или как у хомяка застоялась пища в щеках, то этот застой приводит к смерти. Ну то есть это очень опасная энергия, деньги. Ее надо всегда отдавать не на наращивание денег, а на добрые дела. Потому что когда человек добрые дела делает, его больше уважают, к нему больше денег приходят, потом еще больше уважают и так далее. Но если человек... Какое-то наращивание нужно на капитал, все это нужно просчитывать. Но если человек добрые дела не делает, нет смысла в этом во всем. Потому что эти деньги разрушают его судьбу потом, в конечном счете. Деньги идут или в добрые дела, или в жадность. Это энергия. Энергия внутрь пошла, человека лишний вес. Снаружи пошла, всех накормил. Надо понять, куда ты ее направишь. Если слишком много в себя, лишний вес. Слишком много вокруг, счастья. Убирай. А если он их на добрые дела отдает, но не очень честным путем, правда? А это как вот в этом фильме, да? Берегись автомобиля, да? Ну такое тоже бывает. Как бы человек машину угоняет и на детский садик. Ну тогда как бы его по-доброму посадят. Он станцует там спектакль и вместе пойдут в тюрьму. Один его будет сажать, другой садится. А все по-доброму будет. Это другая тема, моя хорошая. Четвертая категория – это те, кто любит добрые дела делать. Они любят творческие люди, они любят что-то делать. Это самая главная категория. Это вот и врачи, и писатели, и поэты, и трудяги, которые любят что-то доброе делать для людей. Это четвертая категория. Вот три категории. Первая – они управляют обществом, а четвертая категория – это общество само. Большинство людей четвертой категории. Главное им просто найти любимое дело. Понимаете? А вот эти предыдущие, они все управляют процессами. Одна из них управляет благосостоянием людей – это бизнесмены. Вторая – управляет людьми – это правители. И третья – управляет знанием, то есть процесс познания организует. Это преподаватели, священники, тренера и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok